Здравствуйте, дорогие читатели! Предлагаем прочитать сказку известной китайской писательницы Байбин «Папа, не бойся». Жили в одном лесу папа-медведь и его сын-медвежонок. Пошли они как-то раз погулять и заодно найти на обед что-нибудь интересненькое. «В это время года в лесу уже созрели ягоды», – объяснял папа-медведь. «Можно найти и муравьиные личинки, и яйца птиц. Река полна рыбы, даже меда, который мы так любим, сейчас в изобилии. Но будь осторожен, найдешь заячью траву – не ешь ее. Только положишь рот – тут же превратишься в зайца». Недалеко ушли медведи в берлоги, как начался сильный дождь. Раздавались угрожающие раскаты грома, на небе сверкали яркие молнии. «Папа, я боюсь!» – закричал медвежонок, и, дрожа от страха, вцепился в папину лапу. «Не бойся, сынок, я рядом!» Но он обнял медвежонка, и его большое мохнатое тело укрыло сына от ливня. Тепло и спокойно было медвежонку в папинах объятиях. «Кап, кап!» – последние капли дождя упали на землю. И медвежонок выглянул из-под папины лап, посмотрел вокруг. «Вот же, надей в гнездо, а в нем яйца!» Только он подошел к дереву, как на него с ветки бросила змея. «Папа, я боюсь!» – закричал медвежонок. Отпрыгнул и спрятался за спину отца. «Не бойся, сынок, я рядом!» – зарелчал медведь. «Схватил папа медведь змею и отбросил ее далеко-далеко. Упала на траву и быстро уползла. Только ее и видели. Добрались медведи до озера. Сколько же в нем рыбы!» Но только решил медвежонок порыбачить, как вдруг из глубины выпрыгнул крокодил. А разину упал с острыми зубами. «Вот ход схватит!» «Папа, я боюсь!» – запищал от ужаса медвежонок. «Не бойся, сынок, я рядом!» – спокойно ответил медведь. Взмахнул он огромными лапами и набросился на зубастое чудовище. «Бах, бах!» – поверженный крокодил поспешил уйти на глубину. Наловили медведи рыбы. Наелись. «Ты лучший, папа, на свете!» – с восторгом говорил медвежонок, подпрыгивая от возбуждения. На круг отца. «Ты такой смелый и сильный! Я тоже стану таким, когда вырасту!» «Придет время, и ты станешь настоящим медведем!» – усмехнулся папа. Вышли отец и сын на лесную поляну. «Что это?» «Какая-то ароматная зеленая травка с белыми цветами! Может, полакомимся?» Медвежонок протянул лапу. «Стой, сынок!» – закричал папа-медведь. «Она похожа на заячью траву!» «Нет, папа, ты ее совсем по-другому описывал!» – за упрямость медвежонок. «Можно я попробую эту травку совсем чуть-чуть?» «Ничего ведь страшного не случится!» «Подожди!» «Сначала я ее попробую проволчал медведь!» «Сорвал папа-медведь травку, слезнул ее языком с лапой, пожевал!» Ужас! Вместо папы-медведя перед сыном стоял заяц. «Папа!» – горько заплакал медвежонок. «Это все из-за меня!» «Папа, я боюсь! Пожалуйста, приручись обратно, медведя!» Но как он не плакал, папа так и оставался маленьким, беззащитным заяцем. Медвежонок вел по лесу и нес папу-заяца в руках. Он еле сдерживал слезы, и столько мыслей крутилось у него в голове. Папа всегда был самым замечательным отцом. Он всегда оберегал меня. Теперь, когда папа превратился в заяца, настала моя очередь защищать его. Чего бы это мне не стоило! Я должен стать для заяца настоящим папой!» Медвежонок остановился, выпитил грудь крепче и прижал папу-заяца к себе и отправился домой в берлогу. Казалось, небо тоже расстроилось и заплакало. Снова пошел дождь. «Ба-ба!» – загротал гром. «Сынок, я боюсь!» – неожиданно прошептал заяц. Медвежонок бережно обнял его, прикрыл от дождя и начал приговаривать. «Папа, не бойся!» «Я рядом!» Так они и стояли под ливнем. Папе заяцу было тепло и уютно в объятиях медвежонка, словно в натопленной избушке. И заяцу совсем не страшно. Солнце разогнало тучи, и лес вокруг оказался безмятежным. Вдруг навстречу медвежонку вышел тигр. Он распахнул пасть и злобно зарычал. «Р-р-р-р!» «Сынок, я боюсь!» – пролепетал заяц. «Папа, не бойся, я рядом!» Медвежонок, который уже пятился от неожиданности, резко остановился и сделал несколько решительных шагов навстречу тигру. Он освободил одну лапу, несколько раз ударил его в грудь и зарычал изо всех сил. «Р-р-р-р-р!» «Никогда не видел такого свирепого медвежонка!» – подумал тигр. «Не стоит с ним связываться!» «Поищу себе другую добычу!» И тигр отпрыгнул в сторону и скрылся в заросле. Путь домой оказался неблизким. Папа, заяц проголодался. Нужно было найти еду. Вскоре путешественники вышли на берег, быстро реки. Вдруг медвежонок поскользнулся, убултых, они вместе упали в воду. Течение подхватило их и понесло. Волны захлёстывали и не давали вздохнуть. «Сынок, я боюсь!» – захлёбывался, пищал папа. Медвежонок и сам не на шутку испугался, но, собравшись, с духом прокричал. «Папа, не бойся, я рядом!» Медвежонок перевернулся на спину. Одной лапу он держал над поверхностью воды папу заяца, а второй лапой отчаянно пытался грести. Наконец медвежонок увидел над собой ветку, ухватился за нее, подтянулся, и путешественники выбрались на берег. Они лежали на земле и пытались отдышаться. Медвежонок смотрел на небо и вдруг заметил на ближайшем дереве пчелиные улей. «А где пчелы, там и мёд!» – радостно подумал он. «Как достать лакомство для папы?» Медвежонок поднялся, залез на пенёк, разворошил улей, и вылетели оттуда разъяренные пчелы. «Сынок, я боюсь!» – заплакал заяц. «Папа, да не бойся, я рядом!» Медвежонок взял зайца на руки, прижал его к себе. Пчелы безжалостно жалили медвежонка, ему было очень больно, и он терпел из последних сил. Пчелы все жужжали, жали, не хотели оставлять медвежонка в покое. «Я настоящий медведь, я должен защитить папу, он не должен бояться!» – думал малыш, еле сдерживая слёзы. Углянувшись, медвежонок нашёл путь к спасению. Вместе с папой зайцем он прыгнул обратно в реку. Полтых пчелы разлетелись от брызг в разные стороны, недовольно жужжа вернулись с волей. В этот раз медвежонок легче справился с быстрым течением, и вскоре они выбрались на берег. Покусный медвежонок чувствовал себя победителем. Пчел, ведь он и всё-таки ему удалось добыть немного мёда. Он так крепко сжимал его в лапе, что даже вода не смогла украсть добычу. «Папа, это тебе!» – медвежонок рожал лапу и накормил папу зайцем мёдом. Как только зайц попробовал угощение, что чудо, он вновь превратился в большого медведя. «Папа, папа, ты снова стал собой!» – радостно закричал медвежонок. «Пока ты был таким маленьким зайцем, я ни капельки не боялся». «Я знаю, сынок, ты стал совсем взрослым», – сказал папа медведь сквозь слезы. «Я повзрослел, потому что ты стал маленьким», – решил уточнить дежонок у отца. «Папа медведь задумался, а потом ответил. Возможно, мы становимся взрослыми не когда вырастаем, а когда начинаем заботиться о тех, кто слабее. Я горжусь тобой, сыночек. Ты действительно стал настоящим медведем». «Папа медведьad». «Я горжусь тобой, сыночек». Продолжение следует...